И снова здравствуйте, друзья! С вами Олег Алав Гудвин. Я вас поздравляю, вы находитесь на ВИП-дне. Сегодня мы проходим всякие такие частности в минуальной терапии, которые редко вообще кто-то использует. Я сколько ни смотрел видео, все делают иностранные, американские, европейские. Все делают примерно одно и то же. Всем одинаковый подход. У нас отличается тренинг тем, что дифференцированный подход к каждому клиенту, пациенту, подопечному нашему. И мы дошли до того, что сейчас будем разбирать плоскостопие. Как от него избавиться? Ну вот, особенно женщины этим страдают из-за обуви на высоком каблуке, потому что неправильно сделан подъем. И нога скатывается вперед и упирается в большой палец. Часто вальгус образуется, палец большого. Нужно, чтобы под пяткой был достаточно серьезный такой-то выступ. Суд нога наступала вот так вот. У женщин это проблемы даже чаще, чем у мужчин встречается. Получается, что плоскостопие, заворачивая вот эту продульную плоскостопие, заворачиваются плюстные кости внутрь, да? Подкручивается, соответственно, берцовая кость, страдает коленка. Подкручивается бедерная кость, страдает тазобедренный сустав. Соответственно, чтобы удержать человека в такой поде, у него пояснично-подвздошные мышцы, они получаются напряжены. Они сокращены, они его держат. Разворачивается пятка сюда, либо сюда. Ну, там вообще страшно, где ног бывают. Это еще такой, это еще лайтовый вариант. Вот видите, как пятка развернулась. Дальше. Так, ну вот, понятно, да? Вот эти углы там измеряют автопеды. Вот нормальная, здоровая стопа. Она должна, когда наступаете на песок, там, допустим, да, или мокрыми ногами, должен просвет вот такой. Чем просвет меньше, тем, соответственно, плюще нога. Вот как начинается деформация, вот это плющевые кости отодвигается, ваши пальцы вовнутрь загибаются, и в итоге сустав вылезет сюда. Пока только начальная стадия, это можно исправить. Но если это будет уже костным азольтом вырастать, то, соответственно, это уже только операцией. Нормальная стопа, вот первая степень, видите, более плоская, вторая степень, и третья, даже вот так вот выступает косточка, видите? Ну, третью степень тяжело, конечно, вылечить, но это надо прям планомерно, чтобы человек решил этим заняться, да, и это много-много сеансов. Потом укрепляются мышцы, чтобы держались вот стопы. Это то же самое, да, вот норма, вот плоская стопа. Вот такие шарики, достаточно полезные, всякие гимнастические приемчики для восстановления мускулатуры. Ну, здесь тоже самое, да, вот третья степень. Первая, вторая, третья. Вон, как выступает кость. Вот такие стельки надо, супинаторы обязательно заказывать в ортопедо. Очень хорошую обувь, кроссовки надо подбирать. Они дороже, конечно, будут, такая обувь дорогая, но именно она спасает наши ноги. Это же наша вся жизнь, мы на них ходим до самой смерти, поэтому берегите свои ножки, господа. Вот супинаторы показаны. Вот стрелочки, видите, как сползает нога туда, и, соответственно, страдает большой палец. Долгое время нельзя на каблуках ходить, целый день, по крайней мере. Обязательно, обязательно, дамы, берите себе сменную обувь на работу и мягкие тапочки дома. Видите, коленки как подгибаются, иксом становится. А, ну и мышцы, соответственно, кроножные мышцы тоже напряженные. Они же нас должны удержать в вертикальном положении. Вот шишки всякие, вот нерв страдает тоже из-за этого, икра страдает, ири напряжена всегда. Соответственно, что нам поможет? Массажный коврик, вот я вам его продемонстрирую, да. Он акупунктурный. Здесь вот прямо написано, какие органы воздействуют. Хотя бы раз в день, это даже здорово, очень людям полезно. Ставить с ножками, постояли на ножках, и потом прошлись. Если, вообще, босиком полезно ходить, по ворсистому ковру, по доскам, по траве, обязательно ходить с песком, по песку, пешком по песку. Это вот коврик Ляпко. Тут, если посмотрите поближе, да, видно такие вот иголочки, они разного металла чередуются. Светлый, темный, светлый, темный. Между ними еще прикольно то, что, когда они входят в кожу, происходит индукция, как у ПАЖ-приводников. То есть, такие какие-то микротоки настраиваются. И вообще, благотворно влияют на весь организм. В принципе, этот коврик можно использовать для стоп, на нем ходить, можно простимулировать. Руки здесь уже тоже есть, акупунктурные точки. Акупунктурные точки нас покрывают многократно, везде, по всему телу. Также, если на голове, вот я в голове прижимаю, да, и по ушам, на ушах очень многое, но я уже про это рассказывал, если помните. Можно, у нас спина заболела, спиной полежать. Ну, вот такие вот наборы этих шариков, мячиков я использую для детей в основном, да, чтобы детки не орали. Массируется стопа, и вот они достаточно мягкие, пролинаются, да, и массируются мышцы икроножные, потому что, получается, я уже говорил, да, мышцы у нас антагонисты, они с одной стороны сокращаются, с другой перерастягиваются. Если стопа развернулась, вот так вот, да, то есть у нас работают... Субтитры создавал DimaTorzok